Привет, друзья! Сегодня немножко прогуляемся с вами по осенним дворам Польши, и я отвечу на еще один популярный вопрос в моем инстаграм, это сколько стоит переехать в Польшу? Но прежде чем мы начнем, я бы хотела сделать одно небольшое объявление, потому что знаю, что многие ютуберы меня тоже смотрят. Объявление, ребята, для вас. Я создала телеграм-канал специально для блогеров ютуб. Нет, неправильно сказала, не телеграм-канал, а телеграм-чат, где мы все вместе общаемся, обмениваемся опытом, договариваемся о коллаборациях. Буду рада видеть вас, ребята, в этом чате. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Присоединяйтесь, будем с вами общаться. А теперь мы, собственно, переходим к главной теме нашего видео. Сколько денег потребуется для переезда в Польшу? Я, опять же, буду делиться нашим собственным опытом, который произошел почти два года назад, поэтому цены наверняка могли уже 10 раз поменяться. Но я буду говорить именно те деньги, которые потратили мы. Ну, вы делаете скидочку на то, что это было два года назад. Да, и еще мы переезжали с котом. Это тоже важно отметить, потому что на кота тоже были определенные затраты, причем немаленькие. Нужно было собрать кучу справок, завести паспорт, вживить ему чип. Кому, кстати, актуальна и кому интересна тема переезда с животными, у меня есть про это отдельное видео. Ссылочку на него кидаю. Еще, наверное, важно отметить такой момент, что мы переезжали не просто в неизвестность, а переезжали, когда у мужа уже была здесь работа. То есть деньги нужны были, по сути, нам только на дорогу, на аренду квартиры за первый месяц и вообще на первый месяц жизни здесь, потому что, ну, естественно, через месяц уже была первая зарплата. И еще работодатель нам покрыл часть расходов на переезд и предоставил квартиру на первое время, до тех пор, пока мы не найдем свою. Итак, первая статья расходов, которую я уже сказала, у нас была, это билеты. У нас был сложный маршрут, потому что живем мы на Урале. Маршрут был с несколькими пересадками. Пермь, Москва, Москва, Калининград, Калининград, Гданск. И причем Пермь, Москва, Москва, Калининград мы летели на автобусе, на самолете. А Калининград, Гданск ехали на автобусе. Человеческие билеты вышли где-то 23 тысячи рублей, плюс билеты на кота вышли около 4 тысяч рублей на самолет, плюс кота не пустили в автобус. Про это тоже я рассказываю подробно в видео про переезд с животными. Так вот, так как нас не пустили в автобус с котом, пришлось брать такси. И это еще плюс дополнительные расходы на такси 5 тысяч рублей. Далее, по прибытию в Польшу, нам, естественно, нужно было арендовать квартиру. С квартирой я скажу, что нам, наверное, повезло, потому что за такие деньги мы арендовали очень хорошую квартиру. Сейчас квартиры такого уровня, как у нас, стоят на порядок дороже. Первое, на что ушли деньги при аренде, это залог. Залог это обязательно условие в большинстве случаев. Залог у нас вышел 2 тысячи злотых. Если вам интересно перевести эту сумму в рубли, то курс рубля к злотому сейчас где-то 20 к одному. Ну, то есть один злотый стоит 20 рублей. Сама аренда квартиры за месяц у нас вышла 1700 злотых. Плюс мы платим сами коммуналку, она выходит где-то еще 600 злотых. На что еще ушли деньги? Как я уже несколько раз сказала, сегодня мы переезжали с котом. Помимо того, что мы покупали на него билеты в самолет, ехали с ним на такси Калининград-Гданск, мы еще делали на него кучу справок, прививок, и на это ушло где-то еще около 5 тысяч рублей. Ну и, естественно, деньги на всякие мелкие расходы. Это покупка чемоданов, купка каких-то вещей с собой. Где-то еще у нас ушла десяточка. Я сейчас все суммы называла на двоих. Это я и муж, ну и плюс кот. Вот, собственно, и все деньги, которые у нас ушли на переезд. Мне кажется, это не так уж и много. Это, наверное, как сгонять в путешествие, но только без обратных билетов. А вы что думаете по этому поводу? Я надеюсь, этим видео у меня получилось развеять ваши страхи, что на переезд нужна куча денег. Кстати, ребята, если у вас есть какие-то вопросы по поводу переезда, по поводу жизни в Польше, по поводу путешествий, может быть, вообще любые вопросы, или вы хотите, чтобы я сняла видео на какую-то определенную тему, пишите мне все свои вопросы, все свои идеи в комментариях, пишите мне их в Инстаграм. Хочу быть вам максимально интересной и полезной. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, и увидимся в новых выпусках. Пока-пока!